Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам бой на среднем танке 6 уровня Type 58. Этот танк я купил недавно и пока что он мне нравится, хотя у него есть и свои недостатки. В целом танк похож на Т3-4-85, как видом, так и стилем игры. Но есть у него один минус, это то, что пробитие всего 128 бронебойным. Поэтому приходится все-таки возить подкалиберные. Вот например, как сейчас для таких случаев, когда я попадаю к 8 уровням, то тут я могу пробить максимум некоторые танки 7 уровня. 8 уровни обычными бронебойными пробиваются с большим трудом. И только в борт. Поэтому приходится заряжать подкалиберные снаряды. Вот тут я немного высунулся и увидел ИСа-3 и сразу же откатываюсь назад. Потому что ни в коем случае нельзя отхватывать от него дамаг. У него очень большой айфа-страйк и одним выстрелом он мне снесет почти все хп. Наконец-то в этом бою я взял мастера и смог нанести много дамага, несмотря на то, что много 8 уровней. И когда игроки некоторые попадают в такие бои, они жалуются на судьбу, что их кинуло вот в такую вот жопу, грубо говоря. Но на самом деле даже в таком бою можно нанести много дамага. И еще к тому же за этот дамаг вы получите очень много опыта. Увидел я, что ИС-3 выстрелил и сразу же реагирую на это, стреляя по нему и легко пробиваю к тому же. Перезарядка у ИСа-3 довольно долгая. Смог я выстрелить два раза, мог бы еще, возможно, еще раз стрелять. Но и стал рисковать и уехал. Тут подъезжает ИС-6 и КВ-13. Они для меня опасны, потому что это 7-8 уровни, с которыми мне ни в коем случае нельзя перестреливаться. Я должен только стрелять по ним тогда, когда они отвлечены. Вот я вижу, что КВ-13 на меня не обращает внимания и спокойно по нему постреливаю. Вообще, я на этой карте люблю ехать в город и не стал ехать в этом бою на зеленку, потому что я считаю, что там я не очень смог бы нанести много дамага. А вот в городе я смог реализовать свою подвижность и ДПМ. Тут я выехал неудачно на Супер Першинга, не ожидал его тут увидеть. Он сразу же среагировал, нанес мне дамаг. Я, конечно, по нему даже стрелять не буду, потому что даже подкалиберными я его пробиваю максимум только в борта. Теперь я думаю, едет ли Супер Першинг на меня. Аккуратненько выезжаю. Его тут нету, значит он куда-то уехал. Но тут подъезжает КВ-5 сзади. И очень опасные враги, особенно КВ-5, у которого крайне высокий ДПМ. Он может нанести мне значительный дамаг за считанные секунды. Поэтому я ни в коем случае на него не лезу. Если бы он сейчас поехал на меня, то, конечно, быстро бы меня убил. Но он не хочет ехать, не рискует. Тут просто много танков стоит, моих союзных. И он просто стоит. Вижу, что он смотрит в другую сторону, поэтому стараюсь пока его потроллить. Я его пробиваю отлично в уязвимые места. Это, конечно, сиська. Туда легко пробивается этот танк. Опять выцеливаю. КВ-5 довольно вяло реагирует. И дает мне возможность по нему пострелять. Мои союзники мне не помогают, но для меня это даже лучше, потому что они принимают дамаг и дают мне возможность стрелять по КВ-5, пока у него перезарядка. Заметьте, сейчас КВ-5 меня не пробил. Это не случайность. Дело в том, что у этого танка очень хорошо бронирована башня. На самом деле, по ТТХ там не так уж и много брони, но шестые и седьмые уровни часто меня не пробивают в башню. Я не знаю, в чем тут дело, но часто идут непробития в башню. Я даже танкую на этом танке башни, и спокойно меня никто не пробивает. Тут я увидел ИСа, который, опять же, отвлечен. Смог нанести ему несколько выстрелов. Главное, попадая в такие бои, ни в коем случае не ввязываться в лобовую атаку, когда на вас агрятся враги, то есть атакуют вас. Нужно стрелять тогда, когда враги отвлечены на ваших союзников. Тогда вы сможете наносить в таком бою много дамага. Уже 2500 я нанес, и еду искать Т-43. Вот он как раз появляется. И мне нужно по нему немного подстрелять, потому что я хотел получить на этом танке мастера. И даже несмотря на то, что уже было у меня несколько удачных боев, все равно мастера мне не давали. Но вот в этом бою наконец-то я его получил, потому что стрелял в основном по танкам 8 уровня. Все, уничтожаем мы Т-43. И на этом все. Спасибо всем, что смотрели. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok